Здравствуйте, всем привет! В Ярославле сегодня очень интересная игра намечается. Встречаются команды, которые по ходу нынешнего чемпионата поменяли, соответственно, главных тренеров. Ну и вроде как стал получше, но все равно, если так посмотреть турнирную таблицу, встречаются у нас сегодня локомотивы автомобилистов. И вот момент, бросок Рафикова в дальний угол. Кистевой, зрячий. Классно с верхотуры. Они его все ждали. Дождались Алексеев на дальнюю, но поточнее бы. В итоге Марченко все-таки, конечно, бросил. Но вот Алексеев немножко не в попад сделал передачу на Марченко. Классная комбинация. Наверное, можно назвать ее домашней заготовкой. Конечно, совершенно не туда поехал Степан Хрипунов вроде. Так, ну и здесь мы смотрим на Белоусов. Белоуса дает налево и момент не забивает Никита Трянкин. Очередное его подключение объявил Антон Гоффман. Ну, вон, Аверин, конечно, да. Смотрите, он схватил ее и не отдает. Но все-таки вытащил ее Трянкин. Странно, что Аверин-то до конца не додержал. Я думал, что Исаев спас, а оказывается, это Никита Трянкин в штангу попал. Ну, отбил Галкен. Снова Анисимов. Красиво. Да, конечно, Анисимов уровень показывает прекрасный. Артемом. Все хорошо. Играет так. Вот шанс Исаев. Красавец. Выручает тут после броска Райана Спунера. Да, Кост вообще на вершине решил сыграть. Шумаков направо в касание. Здорово. Исаев выручает. Ребята, вот это момент очень опасный. И хорошее спасение Исаева. Но нет, момент не тянул. Ни в коем случае на две. Щелчок от Синий Гол. 1-0. Александр Щемеров открывает счет в этом матче. В сезоне ничего не видел Исаев. То есть конкретно перед ним на пятаке никого не было. Но вот на среднем пятаке, там в районе Усов, там вот Владимир Кузнецов находился. И вот именно Кузнецов, получается, перекрыл обзор. В итоге Щемеров 8-ое очко. Четвертая шайба. Больше него среди защитников забил только Блэкер. Баранцев, Рафиков еще раз и попадает ровно туда же. Опять Перекладина. И мне кажется, даже вот прям в ту же точку попал. Если третий раз попадет, то Перекладина точно сломается. Атака Локомотива, правда. Ой-ой-ой. А вот сейчас, дорогие друзья, Кормье и Кормье. Гол 2-0. Автомобилист за 8 секунд до конца второго периода. Кормье, кстати, когда вышел, прекрасно понимал, что у него есть время. И он особо, ну, конечно, спешил, но вот на приеме, да, не сразу так бежал. Принял, обработал и полетел туда. 2-0. И на Беляеву опасная передача. И вот почему автомобилист забрал шайбу себе, но бросить не смог. Одна. О, Ка. Да. Павел Куликов. Алексеев. Алексеев простреливает момент. Галкин выручает. Но это Владимир. Вот, хороший шанс был. Алексеев классно отдавал на Аверина. Не забил. Рямкин тоже не забил, но тут ему и намного сложнее было. Ну, тут уже хорошо для автомобилистов, что отменили проброс, заработали вбрасывание в чужой зоне. Николаем Заварухиным в четырех матчах. Да, победы не самые яркие, где-то трудовые, где-то от обороны, но это победы. А именно это нужно автомобилисту. Ну, а Локомотив сегодня, скажем так, попал, приехал в тупик. Ну, и еще важнейший момент. Давайте поздравим Владимира Галкина прям дружно все вместе с первым матчем на ноль в КХЛ.